Все будет проходить. Если вы двоим нравится заявка, ее автор становится участником проекта. Отбор проходит в течение двух дней. Жюри оценивает лучших кандидатов. Но лишь 10 из них попадут в проект, где поборются за право стать стримером ТНТ. Так, всем все понятно? Сейчас мы будем отсматривать 20 заявок. Из них мы должны будем выбрать шорт-лист. Мы не сразу выбираем того, кто пойдет дальше. Сначала шорт-лист. После этого у нас будет второй этап, когда мы уже сможем из этого шорт-листа выбрать тех победителей, которые пойдут дальше. Поэтому сейчас можно быть таким прям добреньким-добреньким и забирать, ну ладно, если не всех, то многих. А вот в шорт-листе придется уже быть очень-очень злым. Я буду злым. Тен, ты будешь добрым полицейским? Я буду хорошим полицейским. Да, реально. Может, я не буду полицейским? А ты будешь... Я просто человек не буду. Ты будешь вообще за чат отвечать. Возможно, они тебе будут помогать, кстати. Слышишь, аркуленная идея? Да, кстати, вот это очень важно. Зрители у нас сегодня не сидят в сторонке. Зрители тоже могут голосовать. Каждый раз, когда мы будем осматривать заявку, у вас будут кнопочки «Нравится вам это или не нравится?». И мы прямо здесь в реальном времени будем смотреть, как вы реагируете на ту или иную заявку. Это может влиять на членов нашего жюри, а может, может, может и никак не влиять. Вообще, посмотрим. Мне, конечно, очень интересно, какими они будут жюри. Они так вроде уже распределились, кто из них добрый, кто из них злой, но как-то... А ты уже в образе, да, Вова? Да заебал тот чел с ботами уже просто. Их банят, все нормально, система работает. Блин, он, сука, за мной везде ходит, я тебе просто так скажу. Это профессиональная болезнь, ты постоянно следишь за чатом. Ну, если ты responsible, стример, да, ответственный? Я, на самом деле, просто сижу, делаю вид, что я все понимаю. Короче, я предлагаю начинать. Нормально, нормально. Давайте, погнали. Я предлагаю начинать и смотреть прямо сразу первую заявку. Поехали. Все готовы? Да. Поехали. Let's go. А можно нам звук, пожалуйста? Дайте звук, начальник, что это... Подождите, может быть, это, ну, постанова такая. Симпатичная. А мы вообще можем сейчас? Я поставлю. Что такое 89? А нас вообще слышно, нет? Слушай, 89, да, нас, наверное, слышно. 89, объясни, что такое 89? Да это мое IQ. А. Really? Да. Сейчас у нас не было звука, как вы считаете, что это было? Перформанс такой некий. И просто режиссер обосрался, типа. Мы ищем звук, сейчас будет попытка. Попытка номер два. Попытка номер два, давайте, я хочу послушать. Лучше иметь друга, чем друг друга. Привет, я Ёчо, и я стример. Аааа! Сейчас я живу в Красноярске и планирую переехать. Что я люблю? Люблю картошечку. Извините, бахать, бахать, стрелять по врагам. Сын, если я по ему увлечения нажал, мне нравится? Хорошо выглядит, хорошо стреляет. Да? За что угодно. Вы гляньте на это хп! Эх! Мне очень нравится проводить прямые трансляции. Хотя, казалось бы, что, что не так? О, а что, можно так тоже можно было делать? Ну да, вот пауза. Да я по приколу нажал вообще. А, по приколу? Как так? Я победил. Я победил. Он работает. Так, прекратите нажимать. Короче, у нас есть шкала, которая движется, кстати. Вот эта шкала, которая движется, это зрители. Да, я понял. Зрители голосуют прямо сейчас. Что я могу сказать? Давайте просто перед тем, как вы втопили, вы объясните, почему вы втопили. Я готов. Почему вам понравилось? Я готов, да. Кто у нас первый? Денис нажал? Первый нажал Дэн. Он прям вообще, блядь, он видимо без звука уже понял, что он заебесил. Я люблю, когда настроено освещение, интересный фон, прическа, блики на лице, красиво, зубы белые, белоснежные. Представился, вставил картинку своего родного. Плюс первые три секунды он начал с шутки, обращаю ваше внимание. Да, да, да. Шутка была так себе. Так себе. Но тем не менее человек старался. Дело не в этом, да. Он начал с позитива, я абсолютно согласен. Ты второй нажал кнопку, да, почему? Да, я второй нажал. Блин, классно, что чувак начал с позитива. Вот я повторюсь. Вот, он сказал, что ему нравится то, что он делает. Это же классно. Он сказал, что он балдеет. Это самое главное. Да, это самое главное. Во-первых. Во-вторых, у него красивый голос. Похож даже на какого-то дублера. Какой-то сериал как будто бы он озвучивает. Ну, короче, не знаю, мне легло. В общем, парень, приятный парень. Почему нет? Я пока не решился. Кстати, большинство за нет. Я не знаю, почему вы голосуете нет. Мне очень понравилось то, что, несмотря на то, что весь видеоряд никто не монтировал, это сделал он сам. Это очень важно. То есть человек, который умеет монтировать и довольно неплохо сделал, довольно интересно озвучил. Это бонус. Ты как будто себя в команду подбираешь сейчас чувака. Сейчас очень важный момент. Мы же еще не досмотрели до конца. Короче, вам нужно... Давай, давай. Нажимай. В разных сферах и не было общительных. Прям вообще. Пока я не запустил свой первый стрим и спустя какое-то время меня прям зацепило. Я втянулся во все это. Это какая-то магия. Особый мир, где обитают фантастические твари, которых хочется забанить на все. Всегда. Охуенно, смотришь? В конце концов. Блядь, все прозвучит. Вот эти вот слова, словечки, вот этот вот чел, кринжатин, флексить, гучи и так далее. На стерме я играю в основном в шутеры и делаю это классно. Делаю ролики на ютуб-канал от некой истории, произошедшей во время трансляции до гайдов по развитию скилла или как правильно играть за определенных персонажей. Что касается этого шоу, я никогда не участвовал ни в каких шоу и мне это интересно. Я не знаю, что конкретно будет происходить, но могу сказать одно. Я в деле. Блядь, не, охуенно, охуенно, классный парень. Блядь, не, это пока круто, реально, это круто сделал чувак. Блин, мне понравился, мне понравился. И паузу я поставил, чтобы чисто доебаться по приколу. Да это мы поняли сразу, на самом деле. Да, поэтому, блядь, из Красноярска. Слушайте, можно я вставлю ремарку? Знаете, что классно? Короче, он прям вот вафлил очень долго, ну то есть прям как размазывал слова, но это не напрягало. И это прям так прикольно, потому что обычно, ну хочется динамики. Ты расслабился, да? Да, я же прям вот откинулся. Хочется какой-то динамики обычно. Или что он прямо так тянет? Я откинулся. И ты думаешь, ну пусть потянет, посмотрим, классно тянет. Так что я вообще за. Yocho7 из города Красноярск играет в основном в шутеры, в Apex Legends, даже на бакаладе. Красноярск замечательный город, опять же. Был там? Не был. Я истинно, я знаю, что скажу, играет в говно какое-то, а так нормально. Я думаю, если он пройдет в финал, ТНТ его направит куда надо. Опять же, ТНТ, будут ли они играть в игры, да? Нужен ли опыт игровой? А вот это мы не спрашиваем. Вырайте, стример. Есть представители ТНТ? Нужен игровой опыт или нет? Подскажите через стекло, пожалуйста. Сейчас они тебе покажут. Нет, он ржет. Если нам не задали критерии, то мы можем... Заявка была добавлена в шорт-лист. Вы проголосовали все за. Да. Человек задал тон, можно сказать, всего нашего эфира. Молодец. Идем дальше. Да, идем. Вторая заявка. Привет, меня зовут Катя. Катя, привет. Поэтому сейчас нужно кое-что изменить. Она нас не слышит? Есть вариант, есть вариант его в бассейн нас пригласит? Подождите, мы же с ТНТ, да? Еще кое-чего не хватает. Брат, поясни. Я уже ничего не понял. Это, видимо, шоу Костя. Да. Теперь все. Сидите? Да. Если серьезно, в основном я стримлю сюжетные игры и люблю делать под них разные образы. Я уже была Медузой Гаргоной, древнегреческими богинями, Ларри Крофт в разные периоды ее жизни, Джонни Сильверхендом, просто девчонка из Киберпанка, была рыбкой, была женщиной 60-х годов и еще много кем. Но мой самый любимый образ, это образ истинный. Че? Жену все нашел, я же тоже люблю косплей, ну. Прикинь, вы можете друг друга перед эфирами быстрее будешь. Важный вопрос, важный вопрос, как зовут девушку? Не запомнил, честно. А ведь она назвала себя. Катя! Молодец! Так можно, надо смотреть, да, я сейчас нажимаю, плей. Лички, у которой не получается пройти уровень, вы зацените. Ну это... Ну это Оскар. Ну это Оскар, да, это, конечно... Слушайте, у нее есть самое главное, я могу, конечно, ошибаться, но по-моему у нее есть самая ирония, и это круто. Девочки, самая ирония, это... Бля, все было заедись, пока я дальше не посмотрел. Ну я ставлю, мне фокус. Уже за 2021 год я сломала 4 мышки и 4 пары наушников, и что-то мне подсказывает, что на этом не закончится. И да, я одна из немногих, кто знает правила сапера, и может пройти его на сложном уровне. Вот здесь точно не может быть бомбы, 100%. Да, я знаю, что девушка с высоким скиллом в играх это очень необычно, но я такая. Сука, можно нормально? Блин, как круто, я вообще не знал, что девочки в шутеры играют, правда? Ну, а так как я это не одобрила мою заявку на участие в холостяке, возможно, это мой последний шанс облазнить Тимати, поэтому выбирайте меня. Блин, брат, можно через тебя на Тимати и выйти? А что ты смеешься? Это максимально странный вопрос. Вот так она типа хочет выиграть и к Тимати, она не хочет стать стримером, она хочет к Тимати, понимаешь? Вот тихо, почему? Чё, я не люблю, когда подмазываться, вот Тимати, нет, чтобы к тебе или ко мне подмазаться, да? Не, у меня не надо. А что? Просто Санкт-Петербург. Санкт-Петербург? Это проблема, брат. Далеко, да? Слушайте, а вам не кажется, что вот этот вот её пассаж про Тимати, это тоже была некая самоирония, то есть она, конечно, понимает, что она делает это намеренно, то есть человек с чувством юмора вроде как, мне кажется. В любом случае, в какой-то момент у нас случилось ба-ба-ба-баум, и ты нажал минус. Почему? А, да? А, потому что он не любит крики, я запомнил. Дэн, я тебя уважаю. Что случилось с тем самым моментом, когда ты сказал, ой, нет, мне не нравится? У меня флэшбэк, как на войне, понимаешь, когда, не знаю, я ультразвук не люблю, меня это выводит из равновесия. Слушай, я думаю, тебя выбило из колеи то, что это выглядело максимально наигранно, а не под ситуацию. Ну, я так же делаю. Смотри, когда ты психуешь, у тебя по-любому были психи, правильно? Только в флэнском обращении. Ну, были же у тебя психи. Да. И, серьезно, ты когда что-то лупишь, ты не думаешь о том, блядь, я же сейчас это сломаю, и начинаешь это более нежно ронять. Поэтому отсюда складывается впечатление, что она наигранно была. Вот, чуваки, погодите. Когда ты реально рейджишь, ты, сука, лупишь все. Погодите, вот, заходя на вашу территорию, я вот скажу про стримеру, что мне всегда, я вот абсолютно уверен, что вот эта вот история, когда вы что-то там крушите, лупите, в процессе, мне кажется, это, ну, это всегда вы переигрываете, ребята. Ну, вот прям не верю, я не верю, я не верю. Представь, очень сложная игра. Вот в Days Gone ты играешь, да? Играл же? Играл. Про байкер. Охуенный, мол, строй актер, хотел бы ее сказать. Так, погоди. Не получается у тебя пройти уровень на протяжении пяти часов, но у тебя действительно подгорает одна точка. Вот ты, может быть, человек спокойный сам по себе, а вот агрессивный на твоем месте как себя поведет? Слушай, вы просто... Он может кинуть этот геймбад. Вы так часто это делаете, что у меня ощущение, что у вас заготовленные, сломанные геймбады. У нас на самом деле, знаешь, так типа, опа, время что-нибудь разъебать. У тебя были моменты на стриме, когда... Слушай, у меня монитор раздолбанный, до сих пор снимаю. Как у Сами-то прям так плотно. Мне кажется, будет успех, когда мы посмотрим ту заявку, которая захочет, после которой захочется просто раз, и вон тот стул, например, взять и кинуть его куда-нибудь в другую стену. Вот, кстати, да, было бы прикольно. И может быть, вот таким станет, именно таким толчком станет на стриме заявка. Сейчас следующие этапы будут, они же будут там что-то еще делать, и уже там можно будет посмотреть, как она себя ведет. Поэтому я вот думаю, дать ей шанс или нет. Мы можем еще раз посмотреть, как проголосовал Чад. Я думаю, что стоит дать шанс, потому что сама презентация... Если вы не запомнили, как ее зовут, ну дайте девочке шанс, конечно. Похуй, она проходит, давайте так. Если что, потом можно всегда вытянуть. В общем, ты говоришь да. Да. Катя попадает у нас в шорт-лист, и мы идем дальше. Поздравляем, ба. Третья заявка. Всем привет, меня зовут Роман. На твиче мой ник Umbrella, не подчеркни, 34RUS. Я первый его клинит. Самый Umbrella, хотя Resident мне очень нравится. Ну, в детстве погонял, в школе был зонт, так и приелось. Поэтому везде ники у меня во всех играх зонт. Блядь, это хуяда. На твиче я стал стримить где-то чуть больше месяца. Набрал в общей сложности 832 подписчика. Блядь, ты смотри, че он делает. Просто братан мой на стриме. Я купил себе ПК стоимостью 350 тысяч, не считая. Мажорик, а что он уже статьи передает? Живу в Лаградской области, в городе Новоанинский. Так деревушка. Как видите, хата у меня не стримерская. Хата не стримерская. Ого. Это что такое? Это компьютер браковочный. А, нифига себе. Он даже заставка в нашу шоу есть. Я решил заняться стримерством. Если дадите шанс, думаю, вас он подвести. Всем спасибо. Блин, у него еще очки, как в RG. Короче, я нажимаю да, потому что он мне сломает ебло, если что. Поэтому решай, Денис. Знаешь, я во время просмотра этой заявки почувствовал, что сижу будто бы с товарищем за одним столом. И вот он рассказывает историю своей жизни. Он сидит на такой двухъярусной кровати. Ты чистишь парашу такой, знаешь, ложкой, блядь. Ну, иди. Что? Не, я примерно понимаю, про чем я говорю. У нас 76% зрителей сказали да. Почему? Необычный формат, потому что чел показался очень живым, если без шуток. То есть кто-то там что-то парится, монтирует. Это просто обычный чел, который сказал, я не буду, блядь. Он сказал, мне похуй, как там что происходит. Он просто записал, как есть, и тем самым захватил. Ну, еще плюс пацаны вот так ели. Да, еще он показал себя настоящим. А ремарка старшего поколения прям напрашивается, зато в подъезде не курит. Прям вот давай, браза. Единственное, что смутил, говорит, думаю, вас не подведу. То есть сомнения закрадываются. Нет, ты просто доебаться решил мне. Нет, нет, нет. Ладно, ты последним пока еще не... Ну, тут можно сказать, от твоего решения пока что ничего не зависит. Живой человек. Но, Тимофей, может, и не хватает. Вот как он будет вести себя с гостем? Так в этом и прикол пустить его, пустить его к гостю и посмотреть, что получится. Ну, как, сегодня у нас в гостях Тимофей. Тимофей, вы любите резиденты его? Вот, слушай, ну, иногда для разнообразия полезно. Если все будут такой, как... Брат, брат, чифернем. Конечно, да, давай, 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 чифернем за Алиджи. Я думаю. Думай. Мы ждем твоего решения. Давай прям поскорее. Блин, да все равно ничего не решает. Так и не любую кнопку. Чат 76% сказал, что да. 76%. 76%. Он скакал вот так вот. Уже 78%. Слушайте, я могу точно сказать, что это танкист. Только у танкиста есть цифры. И в конце добавка рус. Вот отвечаю. Это танкист. Хаата. Ты видел, какая у него хаата? Хаата. Обычная хаата. Ребята, не знаю, как у вас. Необычная для стримера, между прочим. Некий оттенок имеет слово. Ты знаешь такое понятие, как рофл? Денис, мы ждем тебя. Нет. У нас еще 17 заявок. Давай. Что это? Рофл – это, будучи в позитивном настроении, посмеяться хочется. Мы должны объяснить людям, которые не знакомы с терминологией. Хорошо, ты знаешь, что такое лол? Да, конечно. Что это? Ну, это типа ржаков, хлам ржаков. Да, надо на пожилом разговаривать. Да, ладно. Правильно, да. Рофл – это новое значение зумеров. Зумеры – это… Да, у нас три «да». Третья заявка у нас тоже попадает в шорт-лист. Не забывайте голосовать и не забывайте фолловить канал. А мы переходим к четвертой заявке. Всем привет, чуваччечки! Добро пожаловать на Ник Пресс. Я не понял, он типа Лондон, Лондон, Москва. И сегодня мы посмотрим с вами все, что происходило за это время на моем Twitch-канале. Погнали! Как у тебя дела? Как твои дни сегодняшние? Нет, это что-то я какую-то фигню сказал. Я придумал специальную технику, специально для вас, что когда я отхожу, чтобы вам не было скучно, поэтому… Техника клонирования! О, специфика. Зашибись. Так, чувачечек. Пару биксер, я сейчас… Блядь, это типа брат его или что я охуенно сделал? Классно. Так, ребятки! Привет! Чувак. А у тебя, кстати, как с языком? Преатив, кстати, какой вы хотели? Ну а… С английским. Он вам пока… А, с английским? Нормально. Это VR-чат надевающий в реальной реальности и в мире… ЧТО? А ещё есть VR-чат? ДА-А-А. Ай б***ь. Это что за эффект? Это братан, когда ты типа бф-ку на OBS и в дискорде нажал одновременно б***ь. Ахренеть, я не реально. Су... Блять. А вы чу не реагируете? Я пытаюсь, понятно, что это происходит? Давай доразберёмся, давай доразберёмся. Хочу тож двоякик? Да хватит прыгать! Осуждаю такое! Б***ь, ну он плачет, слышишь? Возьмите б***ь щас каждый раз. Сегодня был тяжелый день Иди отдохни Увидимся завтра Спокойной тебе ночи Блядь, охуенно поет только из-за этого Все остальное хуйня Реально охуенно поет Вот пример той заявки Которая просто пышала Просто распирала от креатива Но вы долго думали Долго думали, потому что Реально понятие кринжа было очень аккуратно Есть, например, некие рофлы Очень локальные Если ориентироваться на то, как он ведет контент Скорее всего, это дети, наверное Не 16, но где-то 14 лет Человек должен понимать, что он будет общаться В том числе со звездами У нас состоявшиеся люди взрослые Они не все поймут То есть, ну, довольно нужно иметь яйца И талантливые Да, вот так вот подать заявку И думать, что тебя будут оценивать Я из-за пения въебал Пение охуенно Ну что, он будет петь в рамках эфира? Какая разница? Слушайте, ребята, а вам не кажется, что мы стали... Я вот, например, не пою, потому что я стесняюсь Чел не стесняется Из этого исходит то, что он, наверное... Съедем с тобой в караот Вам не кажется, что мы стали заложниками предыдущих наших ответов? Потому что, ну, чувак, столько вам накидал И если мы сейчас этого забаним, то это будет не... Ну, как бы мы как бы все странные... Обратите внимание, как проголосовал чат Так, ну-ка Ну... 76% Блядь, мне кажется, они по рофлу Нет, нет Слушайте, у меня есть, на самом деле, комментарии на эту чат Это по рофлу Тебя до сих пор смущает Ты еще не проголосовал даже Что меня смущало? Да я, видите, очень долгий в этом плане Ты как мудренный стайлер Нарезки есть, вроде как и все предоставил в таком формате читаемом Но мне не то, чтобы смешно было Да, я отметил пение Варайти отметил Это варайти стример, который играет в разные игры И, в принципе, много демонстрирует фрагмент своего канала Кстати, где они вообще, эти люди? Почему я их не видел на Твиче? Потому что у нас система рекомендаций убогая, брат Вот поэтому вот такие шоу сделаны Ты считаешь, что имеют? Да, короче, у меня есть комментарии по поводу вот этого голосования Мне кажется, что сначала это выглядело, знаешь, как будто он вот козырял А у меня и то, и сё, я и так могу, и сяк, и так, и сяк, и сяк Но в середине стало понятно, что чувак не просто этим козырит А он действительно делает это от души Ему попрекол, он сам тащится Ну, поэтому, не знаю, некая... Ну, то есть была легкость в этом всем Там не было понтов, не было груза Шутки не смешные были Но кто из нас не шутит, не по-моему, ребята? Ты смешной, ребята Плохой полицейский я А, да, да, ты чё-то в итоге... О, другое дело Отвечаю, погоди, сейчас будем жёстко ебашить Я тебе говорю Да, братцы, да Давай Да, братцы Ну что, ещё одна заявка попала в наш шорт-лист Мы переходим к следующей Всё, быстренько, быстренько Так, я пиздул Всем здрасте Ой, я знаю, кто это Кристинка Кристина? Да Сейчас максимально аккуратно Так, почему? Всё, я просто предупредил Кристина? Её зовут Не знаю Ты так предупредил, как будто на самом деле это мужчина, нет? Аккуратно Почему ты сразу, почему ты сразу сделал нет? Я сделал нет, потому что я знаком с южками Она уже рассказывает там И мне не понравился байт То есть, ну, байтить жопы Я вообще такой не перевариваю Только из-за этого То есть, ну, байтить тебя, вот первый кадр заманил он тебя Ты акцентировал внимание Ага Вот он против таких техник Я понимаю А как же вот это правило трёх секунд? Когда нужно сразу бахнуть прямо с самых-самых трёх секунд Ну, я считаю, что это подходит под данный формат Она же знала, что она делает, правильно? Сделала специально То есть, с осознанием То есть, не стоит это сразу в негатив сказать Слушайте, я проголосовал Я не досмотрел Я бы досмотрел Давайте дальше посмотрим, что она дальше будет Да, давайте смотреть С контентом, с каналом Жми Плей Девочка с секретиком, вот Я думаю, это ради рофла была заявка, правда, не? У всех школьников А где досмотрел? Я вишенка на торте, которую ты, дорогой мой, не даёк Да подожди Я должна стать топовый стриммершей на ТНТ Потому что я самая классная, красивая А чё? Ну, то, что она красивая, это правда Пришла Но, блядь, мне подача не нравится А как головой тут? Это правда же, говорит Я тут тоже надо уметь Ой Ой Я же почувствовал Ой Ну, богиня Она ведь так и не раскрыла свой секретик Вы услышали это, да? Я Секретик Да Секретик Аккуратно, молодой Мы ещё пострим не хотим У каждой девушки есть секрет Что в этом плохого? Более толерантно Поэтому Все прекрасно поняли Да, всё нормально Но я Сказал, за чего я Вов, ты так напрягся Расслабься Да потому что я Будто бы какая-то история была Я не могу аккуратно Разговаривать на эту тему Поэтому Переволновался наш Ну, реально Я просто За мной За мной сидит Человек с ТНТ Который не в курсе Как в Твич работает Поэтому Что, мне надо прокомментировать? Да нет 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 Ну, в целом Как-то Подача Подача мне не понравилась Тоже ещё Я досмотрел И подача нет Я классная Берите меня Вот основной Пацан Дело даже не в этом Как будто бы она Уверена Что уже Это точно всё Отлетает Было странно Немножко Самоуверенность Иногда всё-таки Это Излишне Это минус Да Мне кажется Уже изначально Было понятно Что все прожмут Нет Ну, правда И это с целью Просто поорать Нас Не знаю Ты ещё Начали бы Как это называется Это про то, что она с попа начала Байт Байт Знаешь, что ты Как рыба Байт Да Вот ещё какой-то странный был Байт, честно говоря Ну, то есть Я даже не понял Что В общем Так или иначе Это первая заявка Которая не проходит Ну, наконец-то То я думала Что все 20 будете нажимать Да, 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 да Нет Идём дальше Идём дальше Следующая заявка Именно так Ты сможешь стать Стримером ТНТ Стоп Я что-то пропустил? Стоп Я что-то пропустил? Я никак не мог себе позволить Пропустить такой важный момент Поэтому Вот моя визиточка На ТНТ Стань стримером Так, подожди Ты поставил Сейчас Нет Ввиду того, что Да Это Человек, который использует Образ другого популярного стримера О, расскажите Я не знаю Мне интересно Я против Прям в точку, Дэн Просто в точку Смех Повязка Очки Это образ Другого стримера Звезды Да Слава Бустер О Слава привет И видимо Вова всё-таки За оригинальный контент Да, ну и плюс В отличие от остальных Которые потели Извините Развалился Как чёрт Возможно Все свои Вот просто На трейлер отреагировал Правильно? Да Давай Давай смотреть дальше Жму Здравствуйте Вам возможно Может показаться Что где-то Вы этого молодого человека Уже видели Но нет Мы видимся с вами впервые Меня зовут Артём Мне 24 года И я Подходящий Стример ТНТ Полностью Блядь Максимально Пародия Повязка Очки Ну может быть Он реально Зрение плохое Да, например Блядь Полностью Пародия Просто Один в один Слушай А как будто Специально это делает Может там Какой-то стёб Будет Ну давай Досмотрим В любом случае Я специфичный Я Один из трёх Элементов На которые Можно смотреть Вечно То есть Можете Путин По-моему На стуле Тик-ток Ну вот это Зря Лише Греет огонь Греет вода Ну и четвёртый элемент Блядь Ну а блядь Это как стремит Девчат Просто один Со своими Ноточками Перфекционизма Со своими Ноточками Бустеонизма Блядь Да Ты говоришь Похоже 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 Может быть И в другой Образ Первоначальные эмоции Он вызвал Не то Что он хотел Возможно Вот интересный вопрос Это паразитирование Или поклонение Скорее всего Это вообще Он вошёл в образ Дабы Показать Как он умеет Хорошо Переодеваться В образы других стримеров Ты скорее как будто бы Ответил Других стримеров Но пока мы видим Только одного Одно в другое Начинает перетекать Вот здесь Как раз Как будто бы Это Хотя я Короче Час Получается Поклонение Перетекло Впервые я сейчас Согласен Ну Не знаю Возможно Было просто Более искренним Надо быть И да Это креативно Но Непонятно Байтит он Бустером Или Он подражает Просто ему Хочешь так же Давайте Досмотрим до конца Давайте Да Потому что Сейчас у меня Средний онлайн Четыре человека Вот Поэтому У меня Вот такая Коллаборация Вместе с вами Ребята Хочешь попасть Ко мне на стрим Топ донатер То есть Не важно У меня там Сейчас Топ донатер Топ донатер Может скинуть Свою фотографию Или фотографию Своего друга Не знаю Наверное Посогласен Надо будет Как-то это все Обсудить И здесь Он будет Клевый байт Я также Вызду Классную Причесочку И Вы будете У меня на стриме Как такой Вот маленький С ручками С ножками Мой Тотен Топ донатера Вот так вот Значит Стримлю я где-то Месяц Хочу попасть Надеюсь У меня все получится Жду обратной связи ТНТ Почувствую Нашу любовь Вот он Такой Живый реверанс Голос такой Если бы он Не подыграл Мне кажется Очень хорошо Басиста Так Воспринимается Но ничего Какого-то контента Я не видел Пародия одна Извините Я прыгаю Мне классно Мне знаете Что показалось Вот Взглядом Человека Который условно В гостях У всей Вот этой Вот движухи Которая ему Начинает Очень нравится Вот предыдущие Все ораторы Даже та девочка Которую мы Скипнули Скипнули Да Они все Как будто бы Обращались к аудитории Я так понимаю Что стрим Это как бы Ты Но ты при этом С людьми С народом А вот тут Мне показалось Возможно Это мои ощущения Просто Ну это один из форматов Мне показалось Что он слишком Зациклен на себе Как будто Вот после Последнего стопа Дурацкая Это слово Он вот больше Начал апеллировать Общаться Да что он не делает Что он не зациклен на себе Он даже не показывает Своё собственное лицо Он показывает Чужой образ Но при этом Он все равно в себе То есть он Знаешь Я не совсем точно Словил Охуенное сообщение Из чата Кринж Материализовался В человека Блин Вот Все Типа Че обсуждать А ты че ты смотришь Трансляции Славы Нет Насколько ты был похож Вообще Слушай Ну я типа Тоже позаимствовал Там некоторые Блять Моментики Например Ну хуй знает Ну один Мне забавно Только когда Чел начинает Блин Как разговаривать Это охуенно Ну реально Денис голосуй Только я это использую Где нужно Где не нужно Увы Кстати Он в заявке написал Что его называют Бустер 2.0 Опа 2.0 Прокачанная версия Да К сожалению Может быть Я Вот Политика На кресле Слушайте ребят Типа Вы можете В любом случае Понятно что Но вы можете Сами выбирать Стримера Который там Был в заявке Например Да мы здесь вообще Не нужны На самом деле Да Но как бы Мы то выбираем Для серьезного дела А это Не очень серьезно Было Поэтому Блять Не проще ТНТ просто сказать Бля Нахуй мы это все Вообще организовали Давайте лучше Бустером подпишем Похуй вообще Чем брать Вот этого чувака Да например Раскачивать с нуля Но это же бред Хорошо Давайте идем дальше Идем дальше Да Погнали Пожалуйста Всем привет Я Вика Маклайн И я очень хочу Стать стримером ТНТ Я являюсь партнером На платформе Твич И стримлю Почти три года И это можно сказать Основное мое занятие Сейчас Я очень разносторонний И активный человек Поэтому мои стримы Максимально разнообразны Основные категории стримов Которые я могу Выделить Это Общение Интерактив со зрителями Занимаюсь графическим Оформлением И дизайном И недавно Кстати Закончила институт Я танцор Танцор Танцую я Я с детства Занимаюсь танцами Люблю хореографию В стиле хип-хоп На своих стримах Я очень Блять Она охуенная Слышь Мне тоже нравится Знаешь Она напоминает Еще девушку Из Девольвер Диджитал Конференции Иногда Она выглядит Даже необычно Как-то Да За счет лапши Она прикольно Я люблю Доширак Типа Класс Точно Блять Мне нравится Что акцент был На разносторонней личности Слушай Если у нее Нет патреона Тогда Вот точно Моя зеленая головка Остается Патреона Что это заболевание? Ну в некотором роде Зависит от того Как люди Используют его Она очень живая Да Она истаящая Но я хотел бы Обратить внимание Кто это все записывал У нас же на Твиче Популярная тема Что стримерши Не афишируют Что у них есть Молодой человек Да Ага Значит тут есть Слушай Это не только на Твиче Давай Это везде Такие правила Ребята Можешь каминг каут Сделать Вон туда Нет Я нет Ну ладно Смотрите Чат не определился Давайте поможем ему Давайте дальше смотреть Чат определился Давайте досмотрим Они знают что не пикнут Много танцую Стримлю фитнес Держу себя в форме И стараюсь мотивировать зрителей Больше двигаться Ведь движение Это жизнь Не забывай Что я щенок Да она прикольная Прям ТНТ Возьми меня в зиме Я буду лучшим Стриммером ТНТ И само собой Могу залипнуть В компьютерные игры На пару дней Обожаю хорроры Хорроры Как видите Мне много что интересно Я очень кайфую От всего того Чем я занимаюсь Позади меня Можно увидеть Фигурки фанкопоп Это одна из моих слабостей Я коллекционирую их Думаю пора заканчивать Двух минут Очень мало Чтобы рассказать О себе В подробных Я надеюсь Что вам понравлюсь И у нас будет Побольше времени Поближе познакомиться Спасибо что посмотрели Это видео Блядь Она охуенная Она охуенная Лапки чмавки Держ платы И этот денежный дождь Для вас Классная девочка Она хорошо играет На камеру Ее голос Манера речи Это как будто Ты стендап смотришь Рыба в воде Ребята Три года Три года Три года Что три года Она три года стримит А нифига Я себя на профи Чат решайте Пожалуйста Правильно Она проходит точно У нас три да У нас есть три да 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 Она охуенная Слушайте Это пока самое яркое Голосование чата влияет Вы можете Возможно прислушаться к чату Или не прислушаться к чату Плюс Наш чат может спасти Одного из людей Которого не взяло жюри Вот Это будет чуть-чуть попозже Пока что мы смотрим Наши 20 заявок Потом У вас есть возможность Вытащить кого-то Кого кикнули Вроде и хочется сказать Что местами кринжово Но И естественно выглядит Да Это Где-то на грани Но идет Она прошла на грани Но не свалилась Вот этот кринж Вот Это охуенно Знать баланс И В части вот Рассмотрения предыдущих заявок Я к сожалению Не могу такого сказать О предыдущих Знаешь Например Я могу сказать То что я Хуево отношусь К фитнесу на твиче К фитнесу я нормально отношусь На твиче конкретно Ты понял Про что я говорю Надеюсь Это было Демонстрирует Да Парни Скажем так Свою физическую А почему Кнопки погасли Я еще наказал Выключили кнопку Мне выключили кнопки Ничего Техник справится Я думаю Во время перерыва Там не мигает Ничего что ли Нет Подпушилась Люблю Там случайно А может быть Какой Знаете Напрашивается Сравнение Вот этой девочке С Я включил С богиней нашего канала С Олей Бузовой То есть Она настолько настоящая Вот как Оля Настоящая Ничего в ней не разражает Ничего не бесит Потому что она максимально настоящая Вот эта девочка тоже Что Что Заткнуться мне Я что-то Что-то Не то говорю Вот она тоже настоящая Настоящая Как Да Да Ты что Ты губу надул Смотри Что Ну я не фанат Бузовой Я же не говорю Что я фанат Она настоящая Она настоящая Вот и девочка настоящая Продолжаем Девочка настоящая Мы починили Смотрим следующую Да Починил Ты все Мне кажется Ты ее сам сломал И сам починил Ты же ел Специально для станет Стримером 20-21 Yeah Это Деккер Мюзик You Kiss Эй Братья-близнецы И Влад И Стас Солнца, рады, франц Братья-барцы И Григорьевская Борьба Прагиб Есть Лето Дали Спорт Исприня Братья-близнецы Играли в КВФ Ааа, ну все байлят Мы чемпионы в КВФ Еще мы служили на Балтике Нифига себе Будто играли в War Thunder Нам кот незаметно так пролетел И теперь братики на твиче Мы каждый день на работе с братика Слушай, по-моему это припали В дом домой надо срочно поговать и нам Мы просто очень любим поиграть Просто поиграть Просто, просто поиграй, да Кто пикает с Valorant Нам без разницы Мы везде готовы указать свой эскил Подключаться в чатик в джаз В чатинге Или просто провести лампу быстрее На момент читал сам бусин Дистрик 23 пчела Музыгания, продумсинг Музыгания, продумсинг Пишем треки Сводим сами И стрижем денежный Устанавливаем Братья в этом чудо Но на пути Устанавливаем Устанавливаем Пока Поебанусь немножко Давай, короче, челлендж Будут в туру бегать, а я буду стрелять А, вот они в реалии типа, да? Нарор! Ау! Нарор! 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 Ого! Ого! Лагает! По-моему, это было самое тихое обсуждение Смех! 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 Это было самое тихое обсуждение Ощущение, будто бы вслушивались слова Да просто... Ну... Конечно, заебись, что они во фруте лупсе работают Так почему тогда надо стримером быть, а не пойти музыку хуячить? Тем более, если автотюна дохуячат, мне показалось Короче, это выглядит, как будто бы они сделали что попроще Короче, нет! Это не выглядит как попроще Но сначала ты нажал «да» Да, нет, я объясню, ребята, ты же меня все время перебиваешь А я старый человек, я говорю длинные речи постоянно Ладно, хорошо, прости, я привык, блять, один пиздец Я учился в школе, однажды на уроке русского языка и литературы, когда нам задали писать сочинения Я открыл охеренную штуку, что если ты пишешь в стихах, то ты можешь, сука, восемь строчек написать А кто-то там по шесть страниц пишет, а твои восемь строчек канают за сочинение Вот такое ощущение, что они вот это вот сделали, понимаете, что я имею в виду? То есть они облекли свою превьюшку, если я правильно называю эту штуку, в музыкальную форму Да, и по сути, как бы они такие, о, круто, мы квэнчики, закрыли все вопросики, сняли классный видос и все у нас должны хапнуть Вот по этому поводу есть сомнения, потому что когда они появились в маленьком экранчике, вот в этом Они уже были не такие интересные, как наши предыдущие ораторы Вот я хотел это сказать, красава, да? Знаешь, почему я поставил? Да, да Мне подача нравится, и то, что они обернули в музыкальный ритм, да, форму, свою визитку Да Это здорово, но, опять же, какие они за пределами, за рамками И мне хотелось бы на них посмотреть Я считаю, что это большой бонус и плюс стримить с кем-то, потому что два человека, два мнения, диалог, это не учитываешь Они стримят, у них один на двоих канал, а ТНТ нужен один стример, а не два Не факт Кто сказал? Я думаю, что да Можно взять двух Смотрите, пожалуйста Что, каких двух? Да, можно Почему нет? Я уточню Ну, в смысле, они будут вдвоем сидеть, болтать? Ну, а почему нет? Они же помещались там сейчас Вот их, кстати, ТНТ, но оценить их юмор, подача, то есть их голос, общение, я не могу Мне хотелось бы это увидеть, этот контент, но я его не получил Ты говорил, а вот зачем для ТНТ, там, про какого-то стримера я уже забыл, вот такой-то человек, а я вот думаю, а зачем ТНТ рэп исполнить? Ну, это лишь, чтобы тебя удивить А это другое Это другое Так, твой решающий, брат Слушайте, смотрите, короче Твой решающий А, вот так вот Да, все сейчас на твоих плечах Да, тогда я могу Вопрос сначала У тебя как черный Как черный черт и белый черт Белый ангел Белый черт Ну, мы черти Сейчас я на вас решну все Я же каркал, не буду Это А потом, когда вот они пройдут следующий этап, допустим, пройдет он или нет Ты можешь сейчас добавить его в шорт-лист, их добавить в шорт-лист А они потом что-то другое будут показывать? Нет То же самое? Да А тогда А тогда на что мы посмотрим, брат, если вот то же самое будет, ты уверен? Я потому что Давайте так Слушай, давайте Смотрите Давайте я вас направлю Может быть это минус того, что они сами Нас направлю Я вас направлю Давай Мы ищем стримера, а не музыканта Когда Клип был Да кто тебе сказал, что они музыканты? Клип был, понимаешь? Да, выбор сделан Музыка может быть заебись, кому-то она понравилась Простите, брат, мы классные, но мы ищем стримера, а не музыканта Это он виноват Ну, как они включили стрим, хуйня Володь, ты, короче Ну, да Все Решение твое Не мое, не надо Решение твое Ты нажал кнопку Не надо Идем дальше Следующая заявка Не забывай фоловить канал Здравствуйте С вами стример Мерзкий Мерзкий Это новое качество стримов Потому что стрим Это Моя жизнь На стриме Мы Готовим Употребляем То, что приготовили Ходим Гулять И даже Играем Пацаном Играем На протяжении Более пяти лет Я этим занимаюсь Нет ощущения, что это Панасенко Закрыл свой бизнес Кто-то открыл А кто-то вечен Как я Кто-то вечен Спасибо за внимание Непонимание Удачи И на созвоне Блядь Милота Слушай, а можно к следующему этапу сделать так, чтобы тот танкист с этим чуваком дискуссию какую-нибудь политическую вели? Но это вообще визг был бы, мне кажется И вот вопрос Так Это образ, который он сможет поддерживать на протяжении длительного времени или все-таки в рамках заявки, которая длится минуту? Это было смешно Я уверена, что он Вы сможете это выдержать на протяжении? Я уверена, что это он такой и есть Да Да, мне тоже кажется, что это не образ А следовательно, он всегда такой может быть естественно Конечно Надеюсь Я надеюсь только на одно, что у него много пиджаков И он будет нас ими радовать Он на каждый стрим ТНТ будет делать особое блюдо И будет почивать этим блюдом, как он сказал Это классно Это классно Бля, не Единогласно Тут ничего даже обсуждать На созвоне Он охуенный, на созвоне мужик На созвоне Поехали дальше Здарова всем смотрящим Это видео Ладно, у нас сегодня серьезное мероприятие Поэтому Давай тебе с клоунады Это видео уже понравилось Денису Вэлавгеймс Три разных образа, три разных костюма И всего это за пару секунд Такое он видел только в Варделе и у себя дома Но меня зовут Владимир И мне 22 года Кстати я из Новороссийска Кто не знает Этот город был создан специально для того, чтобы его путали с Новосибирском И вот у нас в Новосибирске есть один устоявшийся принцип Каждый мужчина в своей жизни должен сделать три вещи Первое построить дом Второе посадить дерево И третье Продать свою жопу ТНТ О Скажу вам по секрету Я мог бы позвать сюда в ролик Звезду этого телеканала Например Павла Волю Но вы бы сразу начали говорить Что шоу куплено Все места проданы Да и связи у меня с ним нет Знаете Я тоже всегда хотел кататься на новеньком Порше Как Гарик Харламов Шутить хоть с закрытыми глазами Как Нурлан Собуров Внимательно смотри Смотреть смешные видео И получать за это деньги Как это делает Вова братишкин Кстати Чем он прямо сейчас И занимается Да брата Общественной деятельностью Я занимаюсь уже очень давно Постоянно веду мероприятия Организовываю Да бы охуели И вот например Моя первая фотография Перед выступлением на публику Здесь я одеваю какого-то ребенка Да ладно ладно Шутка Я слева А вот С последнего Ну Вы поняли Ну а закончить Хотелось бы цитатой любой гадалки Которая делает приворот Почувствуй нашу любовь Ну что Пашеч Нормально как Что дальше Сейчас закончится съемка Выключится камера Ты поцелуешь мою руку И поедешь домой Ну ты же нахуй Да Я начну Пожалуйста Ну он охуенный Мне он понравился Типа Мне не понравились шутки Как-то много негатива Слащаво было А вот интересно Это искренность Или это Я не знаю Приделывание какое-то что-ли Да Ну вот Желание какое-то Переступить границу Вот короче Вот мне кажется Что стримы ваши Это вот такая Прямо чистая история Ну то есть Он должен быть максимально настоящим Максимально А вот он Немножко ведущий Как будто он мне показался Я не знаю это минус или плюс Ну для канала ТНТ Это же хорошо Быть ведущим Ну ты же на канале ТНТ стример Ну так он же ведущий своего стрима А? Ну при этом он стример Ну ты понимаешь Хорошо я тебе так скажу Что ведущий стрима Должен быть ведущим Но при этом Его Ведущность Должна быть максимально естественной Правильно Даш? Ну у нас Просто Коннект Ну мне показалось Что как-то предвзято Это все звучит Эти шутки Про машины Про кто-то зарабатывает Мне просто кажется Я такого не люблю Что он таким не является Да И он решил просто Сфальшивить Да грубо говоря Но это факт Прям чувствуется А почему он сделал ставку Именно на такой образ? Зачем? Необычная Необычная Камера мне понравилась Качество очень Картинки Голос Самое главное Слушайте Как он в кадре Мне кажется что здесь Может такая фигня быть что когда лучший враг хорошего Вот что он чуть-чуть переевает Может ты прав Но вот ты решай Потому что Я решаю Я сейчас Ну я типа четко Да Типа четко Нет Я наверное скажу Блин Да почему я должен А какой у нас третий голос? Третий голос Вот опять Чуть-чуть твой голос Давай Ты опять решаешь Блять Ошибка мужики Нет Суки вы Да почему Да потому что я уверен Он раскрылся бы Он охуенный Давай Все таки да Да Так проходит или нет? Проходит Да точно да Красава спасибо Поделим если что Что он занес О какой жаркий спор Жаркий да? Ну да Идем дальше Проходит шорт-лист И мы смотрим следующую заявку Привет, ТНТ Меня зовут Всемогущий Я являюсь небрачным сыном доктора Кунг-фьюри Нет Я не похож на кунг-фьюри Ха-ха-ха Классо Это классо Я родился в поддерево Во время моего рождения В дерево ударила молния А меня укусил боевой мангуст От матери мне достался платок Дарующий мне силы крутизны Я являюсь победителем чемпионата мира по видеоиграм 2000 и 2015 годов. Я научу вас трем главным правилам. Power, Domination and Scale. MLG 360 No Scope моменты? Да, это мое кредо. Я работаю не один, а с напарником. Его зовут Николас Кейдж. И мы для вас подготовили видеоролик. Увидимся, Денте. Хорошо, несколько частей. Ретро и ретро-вэй. Так, VHS. Ретро-вэй. Функфюри. На которого не похожи. А это тоже стримовый, да? Нет, это фильм по две части, под 90-е. Ребята сняли. Параде. А может быть он в каждом эфире будет новый? Че, слишком большой акцент на 90-е речи. Как участник предыдущей заявки, каждый раз будет новое буду готовить, а этот будет каждый раз новый просто сам по себе. Мы смотрим креатив. Креатив есть. Есть. А голос? Голос в порядке. Ну, голос он вот так просто говорил. Поэтому это не его голос. Но мне, блядь, я не знаю, чат постоянно, по-моему, вообще, блядь, заебись, всех нахуй слить отсюда. И просто, давайте просто никого не будет оставить кринша. Да, да, да. И вот я считаю, танкист и тот мужик, который на, знаешь, вот на стульчике такие кладутся. Он ее на стену повесил и сидит такой, здравствуйте. Сегодня мы будем изучать математику. Короче, ладно, мне он тоже понравился. Погнали дальше. Это мог бы быть доктор дизреспект, если бы был более наглым, жестким. Если бы стримил на Твиче, блядь. Это очень такой чувак, тоже по 90-м, угорал, его забанили на Твиче, он перешел на YouTube. Но он, знаешь, вот он влился в образ, ему бы сниматься в сериалах 90-х. Слушай, не знаю, все, что он делал, он делал максимально естественно. Обратите внимание, каждый использует свой козырь. Кто-то котика вставляет, кто-то Николаса Кейджа. Да. Кстати, у меня ни одного знакомого нет, кто любил бы данного актера. Кто считает, что Николаса Кейджа – это козырь? Все, идем дальше. Следующая заявка. Всем привет, меня зовут Максим, и я настоящий актер. И я начинающий стример. Мне 26 лет, и 4 года из них я провел под землей. На своих прямых эфирах я играю в игры, уютно общаюсь со своими один-двумя зрителями. И строю аналог настоящей шахты в Майнкрафте. Блядь, слышь, погоди. Это вот реализация того мема, блядь. О, пришел с работы, сейчас отдохну. Я люблю Майнкрафт и пещеры, блядь, копач. В Майнкрафте. И я с ними соглашусь. Еще я очень радуюсь даже самым минимальным донатом. Это подписался когда-то? Че? Ну не, вот это лишнее, мне кажется. Света, Света, у меня первый донатер, 15 рублей. Я так обрадовался с женой. Если она слышит, надо спать. Думаю, для ТНТ не важно, сколько у меня зрителей. Самое главное, кто ведет трансляцию. Поэтому немаловажно, что своим участием я могу доказать, что реальные работяги круты не только в физической силе, но и в медийной сфере могут дать фуру некоторым популярным личностям. Думаю, вам понравится моя короткая видеовизитка. И... Надеюсь, я пройду кастинг. До встречи. Блядь. Обратите внимание, как зрители реагируют на таких людей. Это просто сразу... Да, 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 да. Знаешь почему? Я теперь понял этот чат. Если раньше это было по рофлу, в начале шоу, сейчас они ищут каких-то необычных персонажей. Они влились уже, понимают, что к чему. И данный человек, он очень простой. Он показал, где он работает, что у него есть там жена. Я не знаю, правда, зачем он донаты эти впихнул. Мне кажется, это лишним вообще. Мне это не понравилось. Нормально просто. Можно поменять ли не человека. Можно поменять ли не человека просто. Ну и что? Мне понравилось, как он в определенном моменте подыграл голосом. Такой более он поставленный. А зонтик под солнцем? Зонтик... Я обратил внимание на зонтик. Но в целом понравилось открытое. Я разъебала то, что он шахтер и что он говорит, я иду в майндрафте шахты копать. Это хороший шуток. Это гений. Это гений. Если это шутка. Все легко, максимально естественно. Ну что-то нравится просто. И все, всем нравится. Пушка, ракета вообще полная. Красавчик. Лойс. Мы погнали туда дальше. В чатах сейчас промелькнула ссылка на его канал. Салам, алексус, ТНТ. Меня зовут Иржан. Я тот, кто полетел на Марс. Это мой корабль. Охуенный чел. Показывай. Возможно, здесь можно жить. А возможно, можно копать. На Марсе у меня есть один вопрос. Копать или не копать? Когда я прилетел после Марса, сейчас я кайфули, кайфули. Мэй, космический корабль Стармастер. Ты не знаешь, кто это? Hot Tube Stream. Thank you guys for super much. Thank you. Блин, это фасон. Ты в курсе, что ему мерч подогнал? А ты знаешь, что это? Это гачи. Также у меня в комнате есть легендарный косплей Майдадыр. Их рабой выступает... Блин. Да, он заборочился. Мой Дадыр. Сейчас о грустном. Недавно, когда я спал... Погодите, стоп. Первый раз использую кнопку 5 секунд. Перемотки. Так. Знаете, кто на фоне? Кто? Рассказывай. Жожа, стример. Вот этот чел, его версия только 2.0, еще лучше. В общем, в этом видео есть очень много мемов. Скрытых в том числе. Да, типа, поэтому... Ну, я его... Видите, это плюс? Сейчас о грустном. Недавно, когда я спал, у меня случился сонный паралич. Я уехал со шкафа Майклазовский и восстался. Вот как это было. Да, подожди, не слышно. Грустно. Недавно, когда я... Давай, говори. Если б можно было машину туда какую-нибудь привезти, он бы, блядь, эту дверь разобрал бы и там машину себе сзади поставил. Понимаешь? Типа, а это он в квартире в своей? Да. Блин, красавчик. Сейчас какая-то то ли шутка была туда. Спал. У меня случился сонный паралич. Я уехал со шкафа Майклазовский и обосрался. Вот как это было. Блядь. Ну что, больше такого никогда не было, я разнес Майку его хату. Вот что от нее осталось. Я готов побороться с каждым. Есть у вас деньги, нет у вас денег. У меня есть всего лишь батин гараж, бабушкина дача, мамина стиралка. Увидимся в игре. По-моему, он просто офигенный. Но он уже, я не знаю, зачем он подает заявку. Мы уже смотрим друг на друга, да? Понятая реакция. Я бы смешательный, честно говоря. Почему? Не знаю. Ну вот по ощущениям, как будто было не очень бодро. Очень, очень, очень он находчивый, как будто бы. А мне кажется, он берет, он брал деталями. Как много там реально было пасхалок. Как много было каких-то интересных таких мелочей, которые приковывали внимание. Я понимаю, что ты говоришь. Хотелось рассматривать, реально хотелось его рассматривать. Я поэтому и взмешательный. Я сейчас объясню. А почему нет? Вот я говорю, с одной стороны, там было много пасхалок, было много, то есть видно было, что он сильно подготовлен. Арт-хаус, реально арт-хаус. Но при этом, это несколько кшаткая конструкция вся в целом, понимаешь? Как-то она очень, очень странно все это выглядела. У него в помещении, на стриме, я его зашел посмотреть с удовольствием, что он еще там придумает. А на студии в ТНТ, я не знаю, на что он способен. Может ли он сидеть... Ну, я не услышал его комментариев, понимаешь? Короче, объясняю. Чел харизматичный. Так. И сейчас... В чем заключается его харизматичность? Как бы мне сейчас скажут, что я переобувочную включу, но я попытаюсь объяснить. Тот кринж, который не кринжово смотреть. С этого весело. Кринж еще имеет два факта. Либо тебе с кринжа смешно, либо ты с кринжа фейспам. Ловишь такой, блядь, испанский стыд такой. Я не могу это смотреть. Это тот кринж, который нам нужен. Короче, Дэн, выбирай, потому что я сделал в сторону Володи Реверанса уже один раз. Сейчас я должен тебе, я поддержу твою... За что, Муханжана? Ничего себе. Погнали. Мы с тобой уже все решили. Ладно, хорошо. Сейчас прям барабанная дробь. Давай. Он в чате у меня сейчас сидит, пиздец. Постыдитесь человека нахуй. Я тебе говорю, решай, браза, все на меня не спихивай. 69% зрителей говорят, что да. Ну-ка. Ну, кстати, да. Уважаемый ведущий, не выкручивать мне яйца. Ладно, я бы посмотрел на него. Я бы посмотрел на него. Да. У нас три. Сволочь такая. Опять в его сторону все работает. Смотри-ка. Ну, тут, понимаешь, я уже, наверное, доверился Вове. На основе тех данных, которые у него есть. Мы всегда можем выкинуть. В любом случае. И я уверен, если бы мы его сейчас не выкинули, зрители бы его и засунули. Слушайте, а вы понимаете сами, что мы сейчас закончим отбор в шорт-лист, и мы обратно будем смотреть то же самое. И не будут вам фокусы показывать новые какие-то. Они говорят, никто там не расчехлит. Разве, а мы что, не можем еще раз с них заявку собрать? Мы можем продумать этот вопрос быстро. Там все будет сложнее. Вы сейчас отберете, допустим, там 15 человек, и из них вам нужно отобрать максимум 5. Вот, и видишь, что? Нет, вообще можно отобрать сколько угодно. Всего у нас 10 финалистов. Но не забывайте, что у нас еще второй отборочный тур. И чтобы не пропустить его, второй отборочный тур, фалловьте канал. Да, фалловьте обязательно, и стримеры. Сейчас нас очень много стримеров смотрят. Вы можете смотреть эту трансляцию, ретранслировать, если что, об этом. Трайка не будет, ребят. Урегулировали вопросик. Только холостяка не смотрите, а вот это можно смотреть. Быстренький вопрос. Сейчас, Тимофей, ты пришел сюда за настроением. Вот что ты сейчас ловишь? Пока мне все очень интересно. Это целый новый мир? Если я скажу, ловлю кайф, это будет странно. Ну, это новый мир, да. Новый мир интересный. Переворачиваем страничку нового мира, и у нас следующая заявка. Привет, меня зовут Зоя. Мне 25 лет, и я из города Москва. Я такой человек. Я водолей. Мой никнейм на Твиче – RT Talks. Стримлю в основном в разделе джаз-чаттинга, где я и моя аудитория смотрим различные шоу и обсуждаем их. Хорошего жениха, чтобы возил меня на Мальдивы. На кой? Тор? Мужик! Иди еще. Идите, давай, иди. Нет! Нет! Может, это, блядь, работает? Тебе, в принципе, жена, блядь, не светит. Одумайся, ебан, блядь! Ебан, идите. Че ты детям дашь ебан, блядь? Мои сильные стороны – это импровизация, общительность. В любой непонятной ситуации – иди нахуй! И стрессоустойчивость. ну согласен я тебя принимаю таким какой то есть даже если ты спрятую долбоеб я тебя прям люблю как себя это она в конце все поменялось с ног на голову перевернула и все сделала класс несмотря возможно на кринжовость как мы уже любим говорить возможно такой сильный дерзкий стервозный характер знаешь как ей но как она может и это будет смотреться как звали как звали может не стоит карина звали карина карина нет 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 мне кажется здесь все чуть слабее но такой же агро но в лучшие и года я имею аграет агроном да агрессия я понял да почему нет да я вообще хотел их подставить ну блять они пока они с нами выиграли на коммуницирует реально пусть да но хотя блять нет пусть нет здесь равно мои мои голоса ничего не будут решать мне не понравилось то что по-моему такая же девчонка в начале было точно также себя вела токсичила по мне не просто более аккуратно мне это прям с оскорблениями поэтому да я бы посмотрел как оскорбляют звезд ты вот что-то не говорили я пошла на это кстати реально слышу я тоже посмотрел как оскорбляют все на точке зрения я считаю что должна быть должен быть баланс все ставим тнтшников на место слушает прикольно нажимаем идеальный идеальный ведущий на тнт это ведущий с биполярчик и баланс среди заявок до этого я смотрел что медисон заявку подавал или про что речь короче у нас еще один участник попал шут лист мне кажется он уже раздутый просто да нельзя мы смотрим на следующего 6 июня стартует первое цифровое реальность стань стримером тнт выбирать самого яркого кандидата будут топовые стримеры вова братишкин денис влг при участии зрителей возможно это ищет именно тебя кого меня таких платовских ребяточек блатных которые придут такие а я вот я вот кореш оператора ща мы вам замутим тут алкострим с челленджами хотя в целом я ничего плохого не вижу но злоупотребление алкоголем завредит вашему здоровью так что не забывайте товарищи употребляйте слишком много лучше и вообще угарно 4 4 в скобочках 4 4 этапа стример сам должен позаботиться о том чтобы его было интересно смотреть что в принципе очевидно потому что стример стоит а в принципе импровизация никто знаете я думал что он был заявку рассматривать и стримов с юристом блять какие-то бля ну это у меня какая то написано тут блять за исключением некоторых эрл форматов стримерство это будущее это next level это реально блять чуваки приходите смотрите стримы скажи что собираешься вырастить самую большую собаку в мире да нахуй она мне нужна блять поет поет белый снег серый лед под окном бомж соседку ебет бракует серега привет знакомства и сотрудничество с интересными людьми меня зовут его в общем поначалу это звучало как то губы смотри я думал на лично губом то не а потом вышли эти голову они были личные абсолютно я думаю что это образ а получилось что какой-то вот бодловатость мы увидели больше не но объективно душно ну правда что-то болтает прикольно наверное было бы посмотреть но я поначалу думал что он будет шутки какие-то отшучивать но он что-то просто катился что он вроде как там уже такой человечек что уже не спасти но композиция короче короче единогласно да да почему не обсуждать больше нечего а нечего больше сказать то мы все сказали некоторые были кандидаты которые там ну вас не остановить просто потому что хотелось сказать а вот это вот это вот это одессе нечего больше сказать вообще идем дальше привет подписчики братишки бус-хай симпо какой бус-хай а я сегодня мне бы очень сильно хотелось чтобы может быть даже в конце этого списка нашлось место для простой девчонки с сайта одноклассники . ручка ручь это по-настоящему моя стихия я себя в ней чувствую как а если серьезно я считаю что я бы стала отличным стримером для телеканала папе я сильно ведь я пересмотрела универ новая общага во вторых ну а кто если не я дед из сериала ольга попа согласно тут не лучшие примеры еще нормальные конкуренты на самом деле ну и в третьих у меня есть свой канал на твиче но я не проводила еще на него ни одного стрима как я подумала что это было бы здорово если бы мой первый стрим был посвящен именно темпе так мило в конце получилось всем пока пока сдержанно хорошо с юмором да молодец она надавила на стримеров она надавила на тнтшников она поблагодарила за то что вы ее посмотрели она на все надавила молодец не но это как бы не повлияло что на мой ник там ей написал кто-то еще кого-то а мы не написала но блин она живая типа круто одноклассники одноклассники и тнт это как-то сходятся не как считает старшее поколение я не знаю что такое спорим о стороне я так скажу мне столько же короче по моему тнт и и одноклассно это да не знаю с чего ты взяла что я знаю что такое одноклассники ну подожди ты представитель тнт я поэтому я спрашиваю тнт и одноклассники наверное это вайбер еще там короче нет я я по-другому я считаю что все может склеиться зависит от того какой человек это будет клеить и у меня ощущение что вот эта девочка склеил бы вообще может это склеить а это уже другой вопрос а поэтому дать неважно поэтому да некий мостик между поколений повторный да трида у нас дэн нажми так чтобы видно было идем дальше у нас осталось совсем немножко заявок шорт-лист не будем смотреть мне кажется тому же так много всех или дойдем до конца можем промежутка дойдем сначала нет пока там осталось совсем немножко заявок поэтому давайте смотреть а потом уже все это уже разберемся меня зовут василий я 1978 года рождения живу в городе нижнем новгороде 2008 году попал в аварию и в нескольких местах сломал позвоночник поэтому теперь я постоянно нахожусь в горизонтальном положении поскольку в моем положении работу найти нереально решил начать точнее попробовать стримить стримлю я в основном на ю тубе на твиче мало меня не самый презентабельный вид и у меня не лучшее оборудование для стримов меня много слов паразитов я не ругаюсь матом в жизни не на стримах хороший у меня есть свое авторское стрим-шоу которое существует уже пять лет я всегда стараюсь уважительно относиться к своим зрителям если я обладаю информацией у меня всегда есть свое мнение и я готов его отстаивать стараюсь максимально объективно подходить к любому вопросу и не ругая разработчиков ради какого-то хайпа что из этого плюсы что картошка опять арту не понерфил а так может кто-нибудь меня заметит может быть кого-нибудь я заинтересую может быть предложат какую-нибудь работу я готов и рад буду любому сотрудник красавчик вроде бы все сказал ссылочки присутствуют подписочки и лайки приветствуют всем счастливо даже солнышко смотрите какой солнечный чувак вообще не знаю я прям короче чё угодно можете говорить и дело вообще не в том что он начал но он правильно он должен был сказать почему он лежит вот и делал вовсе то есть мой моя моя зеленая змея не потому что парень в таком положении а потому что он открытый солнечный несмотря на то что он сказал про свои слова паразиты ни одного я не заметил в отличие от предыдущих ораторов вот правда я не очень понимаю чем будет комментировать и чем будет стримить но у него все в порядке с подачей не знаю я бы отдал ему шанс я вот смотрю него с точки зрения работы на тнт то есть в данном случае нужно будет переезжать откуда ты знаешь что он не можете не сказал что я не мобильный но переедет лежать можно и в москве я знаю одного такого чувака который лежит уже кучу времени так что не знаю по моему да блин вы чё тут солнечный я вообще буду даем шансы или нет с меня зеленая карточка за силу воли и такие люди они он позитивщик хочется жить на него потом думаешь вспоминаешь себя когда ты там не хочется не знаю выходить на работу или стримить ой надоело вот то человек работает короче заряжая вам честно скажу энергию что не хочется его поддержать не потому что он в таком положении а потому что чувак смотрю на него как на стримера да вы сейчас очень много акцентируете внимание на его несчастье по мне да я ничего не счастлив несчастные люди есть а кто те вообще сказал что несчастлив чувак улыбался всю дорогу по слов разом мы за тебя итак у нас 3 до но она скинуть ссылку на его канал поэтому подписывайтесь идем дальше да идем дальше ну что привет проект стань стримером на тнт здравствуй вова братишкин и денис в лг есть две минуты что ж тогда пару слов о себе не 30 лет я живу в спб я 200 с лишним дней назад ушел из сферы своей я в ней про гол десяток лет 3650 дней продажи на проекты вектор энергетика но позже понял я лишь стриминг дорога моя 5 лет ведем команды стримы в ливенрум студио настольные ролевые игры у нас такие шоу вот но музыка внутри ведь группе я когда-то играл и год назад создал я личный don't school city канал там песни поем сочиняем творим мы смеемся и плачем заводим друзей город построим разводимся женимся кто-то даже рожает детей но что-то разогнался я пора тормозить пара мою визитку мне уже заземлить из предложений только лишь давайте всем утрем нос значит так вы берете меня тенты входят на твич и это уже не вопрос прощальные слова сказать уже я готов до встречи с вами был серёжа донсков по ай хорош хорош песни я блять всю заявку мне пал я смотрел как бутылку блять пустую киндер бассейна тут кружилась блять ободрять нашу ебнулся блять такой блять у меня есть кореш стинда блять он также исполняет поэтому но ничего такого необычного я не увидел поэтому позитивно сюжет хорошим до слова ложатся я согласен с тобой стрима слова подобрал специально для меня такие по понятию чтобы мы ищем не музыканты мы ищем стримеры короче а я знаю что он стримит и хороший знаешь его да да они на столке стримит а я чувствую вот я прям чувствую о ебать но тнт ребят давайте он стримит постоянно поиграем на слойные игры а почему я бы посмотрел давайте сыграем также за драгинс о да вот это точно будут смотреть супер а что будут смотреть что будут смотреть на тнт скажет донжен и драга роли как будешь объяснять тебя есть нормальный аргумент кроме того что твой другом тоже поет и это не лучший певец давай вот еще другой те есть нормально да давай как стримы выглядят они скажут я по заявке не понял я не знаю я только на основе службы просто я бы это не может являться критерием лишь очень очень много предыдущих заявок которые ты в том числе одобрял было непонятно как вы скажем так ну у меня же есть мое им хо то и мое им хо подсказывает мне что чел обычный мать с волей и звездами что они там переубивают друг друга я бы посмотрел такой же эвелон спорю но я свое мнение все приняли окончательное решение стопудов стопудов шорт-лист да идем дальше осталось буквально парочка приходит как трассы грек крыламов на игровой шоу ну что поиграем на что ответ слышит не давай мы поиграем а ты посмотришь ты же любишь салют вова салют дэн салют чатику также хочу передать привет обоим отцам дагонила и кстати вова ты молодец раньше два года не мог приехать так как алина появилась в санкт-петербурге в общежитии где уже стремлю полтора года привет ну что добро пожаловать в мое убежище собственно что это стакан для дрочки здесь и сплюем стакан для рот креативный и спрингл садил с таким фоном и это же не года но потом или себе уголок слышите чата это не драгонил или это другой кент похоже на него я чат ответит погодите а чат голосуют только не глазуете голосование хочу они прям нас слышат да они просто собрались хуйню подписать другой говорят а другой понял и теперь я занимаюсь своими делами здесь кстати у меня есть черная дра стене для линейка 30 сантиметров и так почему же решил принять ничего потому что в отметке не был из моих не выступая злопы от любым поставленным задачам а также у меня есть куча идеи которые я просто не могу реализовать в новейших условиях я уверен что тнт мне поможет ну а также я уже собрал носку трусы и зубную щетку и готов лететь в москву чтобы начать стримить оттуда не это продано какие же молодцы все-таки ребята заявки постарались это смонтировали самое главное что сложно было подать 800 заявок прикинь 800 да нам тут команда 20 отобрала еще потом будем смотреть и вы блять набираете народ сука нам же потом пиздец что делать а потом будем вам кикать все кикать нет но тогда надо будет подготовить вот эти вот бумажки гигантские вот так так ты да нам покажет слушание все почему она почему вы считаете что вот это вот лицо тнт на твиче одно из возможных хочу нет расшатываешь лодочку конечно не знаю а почему нет какой ответ хорошо решение принято последняя заявка всем привет меня зовут и как актер и на более пяти лет, что должно говорить вам об ее уровне подготовки. В марте 2020 года поставила мировой рекорд по количеству часов стрима, а это ни много ни мало 600 часов. Ладно, чисто хотел бы поорать. Хуже говорит о ее стратегии и желании добиваться цели. Кстати, вот здесь на монтаже на весь экран могли бы просто забабахать ее никнейм. Лучше убирайте, выглядит достаточно пошло. Здесь же уже есть я. Также стоит отметить, что на Твиче Виктория стримит достаточно давно. А, значит, та еще терпила. Как вы поняли, мы вам подходим отлично. Подходите ли вы нам? Это мы еще подумаем. Всегда она перегибает, конечно, немного, но от себя хочется добавить, что я действительно умею работать в большой команде. Сценарист, режиссер трансляции, игровой эксперт, монтажер. И я со всеми нахожу общий язык. Пиздит. С тобой не нашла? С бустером не нашла, брат. Поругались? Общайся без мата. Она сказала как-то. Ты не слышал про скандал? Вы сказали да, а я такой, типа, Вика, извини. Я скажу нет. А, да, просто из-за того, что ты вспомнил какую-то херню. А, нет, потому что нас пределал за обман. Самое главное, вы знаете Вику, ты не знаешь, кто это. Не знаю Вику, да. Но ты поставил да, почему? Я объясню. Потому что Вика, вот были предыдущие ребята, которым мы сказали да. И Вика, она попала во все вот эти моменты. Она подготовленная. Она... Так она стример со стажем. Ну, я понимаю. Стример со стажем. Ну, тем более, как я могу сказать, стримеру со стажем нет. Ну, то есть мы же ищем лицо. Что еще? Она подготовленная, она? Она подготовленная. Она свободно себя чувствует в кадре. Она профессионал. Это же плюс. Но это она подготовленная. Это можно сказать то же самое. Не, погоди. Профессионал, как раз вот это вот профессионал мог прийти. Да, я уже профессионал. А разве профессионал не всегда готов? Нет. Конечно, нет. То есть ты можешь такой, я в любом случае пришел и обосрался. Такое же бывает. Ну, это не профессионал вообще. Ну, нет. Я тебе... Настоящий профессионал покакает заранее, брат. Короче. Ну, не знаю. Я просто отматывая назад, я не могу сказать, нет. Спасибо всем за просмотр миниатюры «Я и моя Шуза». В общем, цифры вы знаете. Если что, набирайте. Спасибо за просмотр. Всем пока. Итак. Ты ж, может, набрать ли? Нужно говорить вам. Ничего. А что? А? Там было продолжение? Нихуя, она альфа-канал наложила. Ладно, почему нет? Да и сидит себе на Твиче, стримит. Просто так, на самом деле. Зачем ей ТНТ? Нет, ты дал уж по-честному тогда. Ну, зачем ей ТНТ? Ну, реально. А то, что ты поймал ее на вранье? А то, что ты поймал ее на вранье? На благотворительности ведет. Приглашает гостей. Джарахова там... Потому что ты поймал ее на вранье. Ты же так нам сказал. Я сейчас говорю, что я просто доебался. Суча. Мне вообще все равно. Все стримеры такие хитрые новые. Да. Да? Ну, типа она добрая, она классная. Но... Она полна жизни и энергии. Вот что мне нравится. Я считаю, что ведущий должен быть таким. Постоянно что-то новое придумывать. Да не, пацаны. У него словарный запас гигантский. Так что... Так пацаны не общались. Мы же про одно и то же сейчас. Не, я чат уговорю сейчас. Мы сказали свое мнение. Я просто смотрю, Денис опять сидит вот это в оазе. Ну, мне интересно... Даст ли пизды, если я нажму? Не. Да... Ну, кстати, да. Я в Петербург скоро поеду, наверное. Вик, привет, если ты нас смотришь. Мне интересно, это в шутку было отправлено. Мол, посмотрите. Давайте спросим. Или если она... Ты готов позвонить ей прямо сейчас? По-моему, у меня был ее номер. Потому что единственного человека и Инстаграм прокачан, и Ютьюб, и Твич. Пополняйте словарный запас. Нет, нету. Это тому интересно. Нет у меня номера. Мы пополним. Это тот мем, который появился как раз после скандала, о котором говорил Вова. А, да? Это цитирую. Здравствуй, ты пароху заявку отправила или что? Я не понял. Громкая связь включена. Классно. Сейчас, сейчас, тихо. Мы ждем ответа Вики для того, чтобы Денис все-таки принял окончательное решение. Дэн, Дэн, сейчас. Все? Все-таки да. А ответ есть? Записывает, записывает. Записывает, записывает. Давайте дождемся. Важный момент. Ты поторопи ее там. Так я думаю, она сейчас смотрит. Поторопись. Поторопись-ка, пожалуйста. Поторопись-ка. Палец вот так вверх, оп, и отправляется, если что. Я напоминаю, что мы осмотрели все 20 заявок. Сейчас мы впервые увидим наш шорт-лист. Насколько он огромный, кстати, как вы считаете? Сколько там людей? Да все сколько заявок? 20? 20. Мне кажется, мы штук 3 не взяли. Остальные. Не сидели. 17, то есть, да? Да. Да нет, больше. Я вообще смотрю. Во-первых, у меня там написано город Старый Оскол, а я в Санкт-Петербурге. Во-вторых, ну сначала было по рофлу, а потом думаю, а почему бы нет? Давайте вы, ну как бы, оцените меня, сделайте вид, что вы меня не знаете, оцените меня, а дальше посмотрим. Мне интересно, что дальше и какие задания будут. А там будем делать выводы. Как сказала мой менеджер, я вам точно нужна, а мы еще посмотрим, как говорится, дальше. Мне кажется, это очень важно, когда человек пробует себя в чем-то новом. Вот она на Твиче уже. Полетели, блядь. Классная, у нее много зрителей, а она хочет стать... Да, берем. Берем. Лицом ТНТ? Берем. Почему бы нет? Ну что, давайте смотреть шорт-лист. Блядь, где к Юрсу? Мы смотрим тех людей, которые попали в шорт-лист. То есть, те люди, которые переходят во второй этап. Второй этап будет у нас чуть позже. Мы еще раз будем смотреть все заявки тех людей, которые попали. И из них уже будем выбирать тех счастливчиков, которые станут участниками проекта. Вот просто, вот вы смотрите, вот этот слайд. Кто самый первый бросается в лицо? В глаза? В лицо. Ну вот, пиджак, конечно. Почему? Просто он классный. Я бы взял мистера пиджака, да. Да. Потому что он 90% в кадр забирает. Не, ну и вкус мисс тоже наканает. А вот здесь? Ну здесь у меня есть фаворит свой. Кто? Да позитивщик. Хули-мен у меня, наверное. Я думаю, сейчас у вас в голове должен был сложиться шорт-шорт лист. То есть те люди, за которых вы будете топить во втором этапе. Так. А можно нам показать графику, когда будет второй этап? Второй этап будет прямо сейчас. А стримеры писают, ребята, скажите. Блядь, после перерыва? Да. А, да, я не слышал. Терпи. На какие вопросы надо ответить? Около 5 минут. 5 минут перерыва? А теперь очень важный момент. Кто-нибудь читал, сколько попало в шорт-лист людей? 16 людей. 16? Да, я почти правильно сказал. Ага. А теперь смотрите. У нас есть люди, которые не попали, но которые понравились вам. Мы видели, как вы голосовали, и есть люди, которые прям выбили почти что сотки среди ваших голосований. Прямо сейчас мы отобрали тех людей, которые не попали, но при этом были вашими любимчиками. Всего оказалось 4 человека. Прямо самый-самый топ. И одного из этих четырех людей вы прямо сейчас можете спасти. Голосуйте. Я прям сейчас на них смотрю. Я же его все равно во втором этапе выкину. Нахуй я сейчас им говорю. То есть к тому шорт-листу, который отобрал жюри, вы можете добавить еще одного человека. Или двух, если это те самые близнецы. Ну вот я сейчас посмотрел на этих четырех, и я прям согласен с нами. Я прям с нами согласен. Я думаю, чат также согласен. Мы молодцы. Да, я считаю, мы молодцы. Вот. И чат вообще может отдыхать и отпустить нас по Пис. Да, мы сейчас можем отдыхать. А можно нам, кстати, на вкладочке пред монитором открыть, кого вот это вот доберем здесь вот? А зачем тебе нужна эта информация? Я хочу посмотреть проценты какие там. Я думаю, что эту информацию мы узнаем уже после перерыва. А, ладно, так будет интересно реально. Да. Так мы сейчас уже в перерыве? Да, конечно. Да, мы уходим на перерыв. Да? Буквально пять минут. Буквально пять минут.